Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы давайте поговорим на одну такую тему, больше даже возьмем ее как вопросы к осмыслению, да? Те вопросы, которые мы потом помедитируем и для себя определимся, как же мы все-таки их будем воспринимать в жизни. Смотрите, они немножко выпадают из рамок представлений нашего социума. Вот в нашем социуме принято, если у человека там случилась какая-то проблема, и он говорит, вот этот человек, этот зять мой там, или сын, или муж, он никогда не изменится, он вот таким, каким был козлом, таким и остался, да? И так далее. Вот таких вот программ у людей много, и очень выгодно заявить, что человек не меняется, или горбатого могила исправит. У нас даже пословицы и поговорки такие есть. Все готово в социуме, только принимай. Так ли это на самом деле? Давайте задумаемся. Каждый момент, здесь и сейчас, с нами что-то происходит. Каждый момент, здесь и сейчас, мы получаем какой-то жизненный опыт. Мы что-то осознаем, мы что-то проживаем, мы что-то чувствуем. У нас этот процесс изменений наших идет непрерывно. Он никогда не останавливается. И вот представьте, человек меняется. Вот этот процесс изменений идет в нем ежесекундно. Человек меняется ежесекундно. Если вы этого человека знали год назад, его поведенческие реакции, и сегодня, то это совсем разные люди, как правило. Почему же мы говорим, что человек не меняется, когда очевидно, что он меняется? Потому что нам выгодно. Нам выгодно спихнуть ответственность за свои нереализованные ожидания на другую персону. Нам выгодно представить его в негативном свете, потому что в это время наше эго и наша гордыня доминируют. Нам это выгодно, и наше эго толкает нас к тому, чтобы проявить себя. Я же такой хороший, я же такой крутой, это он, вот такой вот, не меняется. Понимаете, когда начинаешь вникать в суть вот этих социальных представлений, то возникает очень много вопросов. Наше общество достаточно сильно поменялось за сто лет. И к чему это привело? Сто лет назад в семьях аристократических, и не только, если бы при встрече один человек другому на вопрос «как дела?» не ответил отлично, а начал рассказывать какую-то чушь из своей жизни, как ему плохо, или же когда у него спросили «как ваше здравие?», а он вместо этого начал рассказывать ему про все свои болячки, артриты, артрозы и сахарный диабет, да, либо, если бы у него поинтересовались, как его дети устроили жизни, а он начал рассказывать, какие они у него недалекие потомки, его бы не просто не поняли. Это считалось дурным тоном и невоспитанностью. Это было не принято в обществе. Не прошло и ста лет, как в наше общество это вошло, прижилось и стало нормой бытия для нас и для наших потомков. Я предлагаю задуматься, потому что мы таким образом сбрасываем ответственность в себя и культивируем гордыню. Каким последствиям ведет вот эта культивированная гордыня? Культивированные моменты нежелания брать на себя ответственность, вот эти негативные низкочастотные состояния, куда ведут? Они ведут к возникновению психосоматической основы, либо стартовой спусковой точки к возникновению заболевания. И потом человек ходит по врачам и говорит, вот этот врач такой-сякой, он не может мне помочь. Он вот там плохо уделяет внимание. Человек, самое интересное, что у нас уже становится нормой, когда человек приходит и портит жизнь и настроение тому же самому врачу, который никоим образом не виновен в его заболевании, более того, который еще каким-то маркером выступает и пытается ему реально облегчить состояние и помочь. И его уши не предназначены для того, чтобы туда сливали негатив, вот этот вот эмоциональный спам. Но это в нашем обществе происходит. И все изменения мы можем начать только с себя. Если мы будем себя проявлять по-другому, то и врачи будут реагировать по-другому, и их работа мы будем благодарны, что они есть, но работа нам в молодом возрасте будет по стойку-поскольку, потому что все наши болезни, все наши проблемы, все наши, все наши, все наши живут в нас. То есть наш мир психики строит нашу реальность как отражение нас самих. И если в нас самих накопилось очень много эмоциональной вони и мусора, то имеет смысл сходить к психологу или психотерапевту и проработать это. Это профессиональные уши, им за это деньги платят, и они согласились, априори получая образование, на то, что к ним будут приходить, чтобы сливать этот эмоциональный мусор. Если у вас нет денег на психолога или у вас нет денег на психотерапевта, можно воспользоваться услугами, например, церкви. Там тоже есть моменты, когда вы очищаетесь перед причастием. Пожалуйста, там тоже есть бесплатные уши. Пользуйтесь для того, чтобы это сливать. Но оставлять это в обществе и оставлять это в виде ожиданий и делать социальной нормой имеет ли смысл? До новых встреч, друзья! С вами была я, Наталья Зайцева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова